МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Северный шелк. Лен, как визитная карточка Беларуси. На Кармянском льнозаводе побывали наши корреспонденты. Солнечная ягода. В регионе собирают виноград. И на частных подворьях, и на промышленных плантациях. Город готовится к празднику. На следующей неделе в Гомеле закружит Сорский карагод. Организаторы фестиваля рассказали о программе. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Льнозаводы Гомельской области продолжают уборку и переработку льна. В результате длительной засухи в этом году часть урожая довольно сильно пострадала. Однако заготовленного должно хватить для работы предприятий как минимум до следующего лета. Наши корреспонденты поинтересовались состоянием дел на кармянском предприятии. В этом году сельхозугодья кармянского льнозавода находятся в четырех районах. Непосредственно Кармянском, а также Чечерском, Аргачевском и Реческом. Льон – культура требовательная и к составу почвы, и к соблюдению технологической дисциплины, а поэтому и поля для нее подбираются особенно тщательно. Особое внимание к качеству уборки. В прошлом году из-за элементарной бесхозяйственности значительная часть урожая погибла. Непосредственно для механизаторов уборка льна – это и возможность неплохо заработать. На кармянском льнозаводе за первые четыре убранные гектара платят по 7 рублей, за каждый последующий – по 13. Если техника не подведет, то за день можно убрать лен на 6-7 гектарах. Правда, работа у механизаторов совсем непростая. Тяжелее, наверное, лен убирать, чтобы зерновая. Сам на комбайне работаю, знаю, что пыли много, очень. Что много, там много, очень много пыли. Ну, так что, работаем. Наиболее значительное влияние на нынешний урожай льна в зоне ответственности кармянского льнозавода оказала погода. Особенно сильно пострадали первые посевы, у которых фаза формирования льноволокна пришлась на засушливый период. Лен, посеянный позже, сегодня дает урожайность почти в два раза выше. У нас 900 гектар для уборки посевы, которые были посеяны в конец апреля, начало мая. Надеемся на лучшее. Будем стремиться убрать их вовремя, в течение, я думаю, двух недель, если позволить нам погодные условия. К качеству сырья на кармянском льнозаводе особое внимание. В конце концов, некачественная продукция. Это не только прямые убытки, но и испорченный имидж предприятия. В лабораторию проверяют лен с каждой прибывшей машины. Только после этого его отправят в цех. Вот приходит машина с поля, я сразу иду с логомиром, сразу на влажность там проверяю именно аппаратом, а потом приношу сюда в лабораторию, здесь сушу, снова взвешиваю, пропускаю на станке, и у меня идет выход длинного волокна, номер. Несколько лет назад на кармянском льнозаводе провели модернизацию производства. Реализация инвестиционного проекта позволила обеспечить рост производства льноволокна, существенно улучшив качество производимой продукции. Пока на кармянском льнозаводе заготовили около 3000 тонн льна нового урожая. Окончательная цифра должна быть вдвое больше. Главное сейчас по-хозяйски использовать эти объемы. Тем более, что готовая продукция отгружается не только на Оршанский льнокомбинат, но и отправляется на Рогачевскую экспортно-сортировочную льнобазу. В эти дни кармянское предприятие работает практически без выходных. Нового урожая нам хватит фактически до новой заготовки. Значит, у нас есть уже переходящие. Так что мы должны работать в полном объеме. Продукцию, произведенную на Оршанском комбинате из местного льна в корме, хорошо знают. На льнозаводе она даже используется в качестве подарков работникам, государственным праздникам и личным юбилеем. Наборы для кухни, постельные комплекты, скатерти, полотенца и даже сувенирные салфетки с изображением белорусских замков. Сегодня городской поселок Карма начинает позиционировать себя как льняная столица Гомельской области. В рамках реализации местной инициативы здесь провели два фестиваля «Льняная карусель». Среди основных целей – развитие туристического потенциала, пропаганда традиций народной культуры и повышение престижа труда льноводов. Льон возделывался с незапамятных времен, поэтому назвать, где было его первоначальное отечество, трудно. В сельском хозяйстве Беларуси наибольшее распространение он получил в 60-х, 80-х годах прошлого века. Сегодня по производству льна мы занимаем четвертое место в мире. По большому счету, эта культура – одна из визитных карточек страны. Постельным бельем, полотенце на кухне, скатертьями, всем сами пользуемся. Своё родное, тёплое, хорошо стирается, хорошо гладится и для здоровья полезно. Натуральный продукт. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгения Макеенко. Новости недели. Тем временем, благодаря солнечному лету, в регионе отмечается высокий урожай винограда. Это южное растение с теплолюбивым нравом уже всерьез прижилось в нашей стране. Это при том, что Беларусь считается зоной рискованного земледелия. Сегодня виноград постепенно входит в список привычных для страны культур наряду с яблоней и грушей. И если аграрии сетуют на аномальную жару, то виноградари только благодарят небесную канцелярию за солнце. На виноградниках нашего региона побывала Евгения Кухаронок. По сортовому разнообразию виноград превосходит все культурные растения на земле. В научной литературе описано более 8 тысяч сортов этой ягоды. В то время как картофеля, к примеру, всего 1000, яблонь и сливы по 2000. Так что здесь есть из чего выбирать. Петр Ванюк – опытный виноградарь. Он пока остановился на 49 сортах. Южную ягоду на своем участке он выращивает уже 10 лет, а началось все с желания творить. Сажали картошку весной, осенью копали. Следующей весной опять сажали, опять копали. А где творчество? Вот хотелось что-то более емкое, скажем так. То, которое принесло бы больше удовлетворения, больше стремления, больше целей можно поставить. Вот поэтому виноград. Жена поддержала идею, а как только в хозяйстве появилось более пяти сортов винограда, занялась соковарением. Погода в этом году была под стать теплолюбивому растению. И с участка мастер виноградного дела планирует собрать не менее 400 килограммов ягоды. Погода в этом году, конечно, нас радует. Начнем с весны. Мы не были подвержены каким-то катаклизмам, типа заморозков, возвратных. Высокая температура, которая наблюдается в этом году, поспособствовала тому, что мы получили урожай примерно на две недели раньше обычно. И набор сахара больше. Чем больше солнца, тем происходит лучший набор вкусовых кондиций ягоды. 15 сентября, в день города Гомеля, в областной центр съедутся виноградари со всей Беларуси, а также России и Украины. В рамках праздничных мероприятий пройдет международная выставка солнечной ягоды. Петр Иванюк также готовится представить там достижения своей плодотворной работы. А что это за красные бирочки? Это специально отмеченная взрослая, которая имеет шанс попасть на выставку. Потом еще будем выбирать, какая из них будет лучше. Виноград называют аптекой на лозе. Ягода содержит очень много витаминов, микро- и макроэлементов. Виноградное лечение назначают сердечником, так как здесь содержится большое количество калия. Темная же ягода богата антиоксидантами, которые помогают в борьбе против старения. На Гомельщине есть и промышленные плантации винограда. Еще в 2009 году на комбинате «Восток» рискнули выращивать ягоду в больших объемах. Выбрали два сорта – «Кристал» и «Бьянка». Высадили на площади в 10 гектаров. Первый урожай получили через 4 года. И уже на следующий сезон южная ягода на белорусской земле окупила себя. Виноград – культура неприхотливая. Единственное, это хорошую обрезку нужно сделать. На зиму его надо хорошо укрывать и подвязать. В принципе, все. Сегодня ягоду здесь собирают на продажу и реализуют в фирменных торговых точках. По 1 рублю 15 копеек за килограмм. Покупатели охотно приобретают виноград, поддерживают отечественного производителя южной ягоды. Экзотикой ее уже не назовешь. Евгения Кухаронок, Игорь Морищенко, телерадиокомпания «Гомель». Новости недели. Вы смотрите «Новости недели». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Председатель Гомельского облсполкома провел очередную прямую телефонную линию. От жителей области Владимиру Дворнику поступило свыше 30 обращений. Темы поднимались самые разные. Ремонт и освещение дорог, улучшение транспортного сообщения, вопросы трудоустройства. Не обошлось и без традиционных наследственных споров. Нарекания на состояние дорог прозвучали от жителей Прибора, Романовичей и Гомельского микрорайона «Хутор». Поднимались также проблемные вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Прозвучали и благодарности. В частности, за благоустройство улицы Комсомольской в Гомеле. По поручению Владимира Дворника, все озвученные во время прямой линии вопросы будут рассмотрены и, по возможности, решены в сжатые сроки. Некоторые губернатор взял под личный контроль. На уходящей неделе состоялась внеочередная сессия Гомельского районного совета депутатов. На повестке дня утверждение на должность председателя Гомельского районного исполнительного комитета Елены Алексиной. Она уроженка Будокошелевского района, окончила Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта и Академию управления при президенте Республики Беларусь. 29 лет отработала в родном Будокошелевском районе, 15 из них – в органах социальной защиты. Три года Елена Алексина являлась заместителем председателя Будокошелевского райисполкома, а с 2007 – председателем районного совета депутатов. Елена Алексина стала четвертой в Гомельской области и в целом в Беларуси женщиной-председателем районного исполнительного комитета. Аграрии Гомельской области завершили уборку зерновых. Без учета кукурузы, проса и гречихи собрано более 615 тысяч тонн зерна. Будокошелевские хозяйства получили самые высокие на молот – свыше 71 тысячи тонн. Вторая позиция у Речицкого района – 65 тысяч. Добружские хлеборобы внесли в Каравай области 52 тысячи тонн. Хозяйства региона приступили к массовой заготовке картофеля. В целом, нынешний урожай ожидается на уровне прошлогоднего. Хотя в некоторых районах культура значительно пострадала из-за засухи. Так, если в Октябрьском урожайность на первых выкопанных гектарах чуть более 100 центнеров, то в Будокошелевском свыше 400. Средняя по области – 250. Предприятия области присоединяются к акции «Чистый четверг». Она проводится под эгидой профсоюзных комитетов. Суть – в поддержании порядка на заводских территориях. Делают это без отклонения от трудового распорядка. Акция поддерживается большинством предприятий. Исключения составляют те, где профсоюзные комитеты пока не созданы. В Гомеле презентовали белорусско-украинский проект по интеграции людей с ограниченными возможностями в спорт и туризм. В регионе будут продвигать танцы и баскетбол на колясках, армрестлинг и сплавы на байдарках. Чаще всего параолимпийскими видами спорта занимаются люди со спортивным прошлым. Инициаторы проекта хотят привлечь более широкий круг участников. Первый в Гумельской области районный STEM-центр открылся в Лельчицкой средней школе номер один. Проект реализован при поддержке парка высоких технологий. В центре смогут бесплатно обучаться около 150 школьников со 2 по 10 класс из разных учреждений города и района. В программе – управление беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделирование и печать, увлекательная робототехника и основы программирования. В Мозыре выбрали автосеньориту 2018. За титул боролись девять девушек. Участницы должны были представить себя и свой автомобиль, пройти проверку на знание правил движения и сдать вождение. Победительница – мазырянка Юлия Дубень представит область на республиканских соревнованиях. Гомельчане и жители региона приняли активное участие в акции «Бегущие города». Гомельская область заняла высокое второе место в республиканском благотворительном проекте. Сертификат на сумму 35 тысяч рублей получил Гомельский областной детский центр медицинской реабилитации «Веросок». Напомним, республиканская благотворительная акция «Бегущие города» проходила с 23 июля по 2 сентября при поддержке Министерства здравоохранения. Гомель готовится к самому масштабному культурному событию года. С 14 по 16 сентября в областном центре пройдет девятый международный фестиваль хореографического искусства «Сожский карагод». Уже известно, что в конкурсной программе участвуют более 30 коллективов из шести стран Европы и Азии. По традиции, в рамках трехдневного танцевального форума Гомель отпразднует День города и примет участников открытых международных соревнований по спортивным бальным танцам «Золотая рысь-2018». Все подробности в нашем следующем сюжете. Международный фестиваль хореографического искусства «Сожский карагод» вновь собирает друзей. Трехдневный танцевальный марафон пройдет в Гомеле в девятый раз. В этом году формат форума решили не менять. Начнется все с утра, 14 сентября, в городском центре культуры. Там свои конкурсные программы представят хореографические коллективы из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Сербии и Индии. Состав жюри, как и участников, также международный. У нас авторитетная жюри. Мы стараемся сохранять это жюри, чтобы они имели возможность из фестиваля в фестиваль владеть ситуацией. Поэтому в этом плане мы стараемся 2-3 человека поменять, а так основные люди присутствуют. Торжественное открытие фестиваля пройдет на стадионе «Центральный» вечером 14 сентября, начало в 20 часов. Тема концертной программы «Время выбирает нас». Планируется, что на сцену в этот вечер выйдут около 2000 танцоров, в том числе и конкурсанты фестиваля, которых насчитывается порядка 600 человек. Тематика часов, она, собственно, обусловила и сценическое пространство на стадионе оформлено. Она будет таким специфическим образом. Ну, если так, вот рабочий вариант вам покажу. Это получается 30-метровый круг в диаметре. Это и есть сценический помост. И сзади него выгоражена, получается, такая, как бы, огромная кулиса, почти 60 метров в длину и 8 метров в высоту. На ней будут работать в центральной части люди. Здесь будут оформлены экранами. То есть, вот такая большая конструкция. Билеты на открытие фестиваля пока еще в продаже. Их можно приобрести в кассах ГЦК, ДК «Белецкий» и ДК «Фестивальный». Стоимость от 10 до 30 рублей. 15 сентября Гомель будет принимать поздравления с Днем Города. Так, празднику на площади Ленина создадут атмосферу Гомельского дворика. В Гомельском дворике мы играли, когда были детьми. В Гомельском дворике мы были молодыми и стремились к открытию новых вершин, к новым горизонтам. Такая, наверное, даже космическая тема. В Гомельском дворике у нас уже появлялись семьи, появлялись наши дети. То есть, это такая любовь к родному краю. По всему городу будут работать различные выставочные, развлекательные, интерактивные площадки. Только в центральной части города планируется организовать около 20 праздничных зон. Мы планируем возле лодочника организовать гастрономический фестиваль. А на Белецком спуске будет концертная программа, которая в том числе продлится в вечернее время. Мы будем приглашать, ну, уже пригласили, так скажем, молодежные коллективы. В финале с нашей программой будет группа «Дрозды». Мы этот проект реализуем совместно с «Правдорадио». В каждом районе Гомеля готовят свои программы. В железнодорожном планируют организовать целых три концертных площадки. В ближайшее время на афишах появится подробная программа «Дня города». Несколько ярких, красивых проектов, которые мы традиционно привозим в город в такие знаковые даты. Это в рамках «Дня города» состоится концерт «Валерии» на стадионе Центральном. И 16 числа к нам приезжает народный оркестр России Игорь Бутман. Он будет работать с концертным оркестром города Гомеля в Лукоце. 15 сентября, не изменяя традиции, в День города в Гомеле начнется открытый международный турнир по спортивным бальным танцам «Золотая рысь». На этот раз в борьбе за звание лучших танцоров будут состязаться представители 11 стран мира. В этом году впервые на паркете областного центра пройдут титульные соревнования Международного союза танцевального спорта. За кубок будут бороться лучшие пары Европы. Турнир пройдет на другой площадке. Это современный прекрасный спортивный комплекс «Локомотив», который тоже будет переоборудован, устроены новые декорации. Очень интересно, зрелищно. То есть, конечно, мы думаем, что удивим каждого пришедшего на турнир. На протяжении двух дней, 15 и 16 сентября, горящие танцевальные баталии будут начинаться с 10 утра. Изюминкой турнира станет вечерняя программа. Соревнования самых лучших пар Европы и финалистов «Золотой рыси» будут проходить в сопровождении городского симфонического оркестра. Совсем скоро Гомель превратится в танцевальную столицу страны. И сейчас полным ходом идет подготовка к событию года. Репетиции проходят во всех домах культуры, специализированных учебных заведениях и непосредственно на концертных площадках города. С 8 до 12 у нас репетиция к открытию Сорского каравода. С 12 до 3 у нас репетиция к конкурсной программе. Из 3 до 6 мы готовимся к конкурсу с хореографической детской школой. Хоть мы день заняты, но мы не устаем, потому что танцы – это наше любимое дело. Сегодня волнение переполняет всех причастных к организации фестиваля, но уверенность в том, что все удастся намного больше. Я думаю, что праздник должен получиться. Главное, уважаемые коллеги, погода, дайте погоду, не изменяйте нам, а будьте вместе с нами, пальчики вот так скрестите и все будет хорошо. На этой неделе в столице стартовал международный фестиваль «Месяц фотографий в Минске». Он продолжится до 6 октября. Фестиваль представляет собой 18 выставок фотографов из 10 стран мира. На столичных площадках с более чем полумиллионной аудиторией. В нашей стране этот неординарный творческий проект проходит уже пятый год подряд. А чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей нашего региона, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Для Гомельской области уходящая неделя также выдалась богатой на интересные выставочные проекты. К примеру, в картинной галерее Гаврила Ващенко сейчас нужно познакомиться с работами молодых и талантливых авторов нашего региона. А в роскошных антуражах Дворца Румянцевых и Паскевичей увидеть уникальные живописные произведения заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Владимира Прокопцова. Оба проекта приурочены году Малой Родины и призваны отразить красоту живописных уголков нашей родной страны. Владимир Прокопцов – уроженец Гомельской земли, деревни Жгунская Будда Добрыжского района. Сейчас он генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, член Белорусского союза художников и Российской академии художеств. Это мастер живописи со своим философским видением мира. Владимир Прокопцов успешно сочетает творческую, научно-исследовательскую, административную и общественную деятельность. Он автор и куратор многих музейных проектов, научных книг и статей по изобразительному искусству. На выставке «Моя Беларусь» представлены его живописные полотна разных лет, объединенные единой темой – любовью к родному краю. Сюжеты художественных произведений отражают ностальгию автора по Малой Родине. В этих работах Владимир Прокопцов словно призывает молодежь не забывать о своих корнях. А в картинной галерее Гавриила Ващенко можно увидеть сразу два по-своему оригинальных выставочных проекта. Один из них включил дипломные работы нынешних выпускников Гомельского художественного колледжа. На живописных полотнах обилие красок, разнообразие техник и широкий спектр эмоций. В дизайнерских объектах творческая молодежь попыталась высказать свое отношение к проблемам окружающей среды. В произведениях декоративно-прикладного искусства воплощены белорусские национальные традиции. Второй этаж картинной галереи Гавриила Ващенко занимает выставка работ участников и победителей областного конкурса молодых художников про движение. Творческое состязание проводилось к культурным учреждениям в сотрудничестве с главным управлением идеологической работы культуры и по делам молодежи обл.исполкома. Основная цель – открытие молодых талантов, которые имеют художественное образование или только хотят стать профессиональными художниками. В конкурсе приняли участие 64 автора. Победителями стали 4. На открытие выставки они получили призы от организаторов. В Гомеле на уходящей неделе состоялись славянские литературные дожинки 2018. В гости к местным литераторам приехали коллеги из Беларуси, России и Украины. По доброй традиции торжественное открытие международного фестиваля праздника проходило в областной библиотеке имени Ленина. Славянские литературные дожинки – одно из крупнейших культурных событий региона. Его проводит областное отделение Союза писателей Беларуси. В первую очередь, чтобы популяризировать произведения современных гомельских авторов и поддерживать молодые таланты. Во время фестиваля подведены итоги областных литературных конкурсов и награждены их финалисты. Также презентованы совместные коллективные сборники писателей из Беларуси, России и Украины. Славянские литературные дожинки – праздник книги, творчества и душевной человеческой теплоты. Он объединяет авторов, которые ценят родной язык, мастерски владеют словом и занимаются писательским делом по зову сердца. Тем временем в Центральной городской библиотеке имени Герцена состоялась фантастическая «Библия-ночь». На этот раз ее посвятили одним из самых многогранных и популярных литературных жанров фантастики и фэнтези. Интерактивные площадки предусмотрели на любой вкус. Здесь и космос, и роботы, и супергерои. Гостям предложили совершить путешествия во времени и пространстве по разным мирам. Любителям интеллектуальных заданий давали скучать многочисленные квесты и викторины. Все это проходило в антуражах тематических творческих работ гомельских художников и фотографов. В целом «Библия-ночь» в Гомельской библиотеке имени Герцена, как всегда, удивила посетителей разнообразием и оригинальностью. Самыми интересными культурными событиями региона вас ознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня всё. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова